Здравствуйте, на связи IT District и в сегодняшнем видео мы поговорим об очень популярном вопросе для всех начинающих, что выбрать, Android или iOS разработку. После просмотра этого видео вы поймете куда вам идти дальше и чем заниматься, а также на чем сосредоточиться. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности, то есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Если вам интересна сфера мобильной разработки, то подписывайтесь на канал, тут будет очень много полезной информации. Также может быть в дальнейшем появится информация о разработке игр под Android, а возможно даже информация по разработке мобильных приложений под iOS. В общем, если вам интересна сфера мобильной разработки, тогда подписывайтесь на канал. Но если вы хотите поддержать проект, то вы можете оставить комментарий под этим видео. Вот вы решили стать разработчиками или переквалифицироваться, например, с веб-программиста. Вы слышали, что все пользуются смартфонами и большую часть времени проводят именно с этими гаджетами. Наверняка вы посмотрели уже кучу видео и прочли статьи. Итак, вы хотите стать разработчиками под мобильные гаджеты, но тут стоит вопрос, куда идти. Как вы знаете, существуют две основные платформы для мобильных гаджетов, это Android и iOS. Немного погуглив, вы узнаете, что вам придется выбирать, под какую платформу разрабатывать, под Android или под iOS. Разрабатывать по две платформы на декстопных, то есть родных технологиях для каждой из платформы не получится. То есть вам не получится стать и iOS и Android разработчиком одновременно. Точнее получится, но спустя годы, первые два года нужно будет практиковаться на одной платформе, а затем через несколько лет можно освоить и другую. Но все равно придется начать с какой-то одной. Но перед тем, как выбрать платформу, вам нужно задать себе два вопроса. Во-первых, кем вы хотите стать? Сотрудником по найму в компании, разрабатывать мобильные приложения на заказ или создавать свои приложения и зарабатывать на это. У каждого пути есть свой вариант развития. Если интересна тема такого видео, то пишите это в комментариях, я обязательно сниму на эту тему видео. Во-вторых, вы должны понять, что вы хотите разрабатывать, игры или приложения. В этом видео я расскажу исключительно про разработку приложений, так как именно такой разработкой я и занимаюсь. После того, как вы выбрали, например, именно разработку приложений, вам нужно перейти к выбору платформы, под которую вы собираетесь разрабатывать. Я вам расскажу обо всех нюансах разработки, от самого главного к менее значимому при выборе платформы. По каждому пункту мы будем присваивать баллы и в итоге получим результат этого противостояния. Вопрос номер один. На чем вы будете разрабатывать? Какой у вас компьютер? И дело не в мощности, а в платформе. Под Android можно разрабатывать хоть на Windows, хоть на Mac. Под iOS нужно разрабатывать исключительно на MacBook. Стоимость нового MacBook в магазине начинается от 100 тысяч рублей, от примерно полторы тысячи долларов, ну в среднем это где-то примерно 100 тысяч рублей. Стоимость поддержанного начинается от 35 тысяч рублей, то есть грубо говоря от 500 долларов примерно. Но покупать поддержанный MacBook это знаете еще та затея, поэтому я вам это не советую. Главный вопрос, который вы должны задать себе, есть ли у вас MacBook или можете ли вы позволить себе его приобрести? Если ответ нет, тогда однозначно ваш выбор Android разработка и в этом случае я советую записаться ко мне на индивидуальное обучение, если не хотите тратить много времени в пустую. Да, конечно вы можете найти в сети информацию о возможности установки образа macOS на Windows, но это очень плохая затея, которая уже не имеет права на жизнь. Но если все-таки вы не можете купить себе MacBook, тогда идем дальше. По этому пункту балл зарабатывает однозначно Android разработка. Вопрос второй, сколько нужно потратить денежных средств для того, чтобы разрабатывать мобильное приложение? При разработке Android приложений вам нужно будет лишь понести расходы один раз, и то только при публикации своего первого мобильного приложения в Play Market. То есть вы регистрируетесь в качестве разработчика и оплачиваете единовременно один раз сумму в размере 25 долларов. То есть вы платите эту сумму только один раз, и у вас будет пожизненная возможность публиковать свои приложения. При разработке под iOS вы будете платить ежегодную комиссию 100 долларов в год. Это оплата за публикацию приложений и возможность тестировать свои проекты на реальных устройствах. То есть Android разработчик заплатит за право регистрации приложения 25 долларов единовременно, а тестирование на реальных устройствах происходит бесплатно. А в то же время iOS разработчик должен платить ежегодную подписку 100 долларов за право публикации приложений и тестирования на реальных устройствах. То есть даже если вы только разрабатываете мобильное приложение на под iOS, и вам далеко еще за публикацию, и вы хотите тестировать на реальных устройствах, тогда все равно придется раскошелить. Лично я всегда тестирую на реальном устройстве, так как это более близко к реальности. По этому пункту балл также уходит в копилку Android. Неужели Android выиграет? Ну давайте не будем спешить. Вопрос третий. Публикация приложений, а точнее сложность публикации. Публикация приложений в Play Market проходит довольно легко, и Google не применяет особых требований к коду в том объеме, как это требует iOS от своих разработчиков. При публикации в Apple Store возврат приложения на доработку – это вполне обычное дело. Так кому дать в этом случае балл? Ну тут не все так однозначно. Со стороны простоты публикации балл должен уйти в копилку Android, но со стороны проверки качества кода балл должен уйти в сторону iOS. Давайте зачислим балл Android за простоту и 2 балла iOS за стремление улучшения кода публикуемых приложений. Вот iOS начал у нас набирать очки. Посмотрим, что будет дальше. После публикации приложения возникает вполне логичный вопрос монетизации размещаемых приложений. Существует два вида монетизации – размещение рекламы и платные подписки. Начнем с рекламы. Реклама размещается в приложениях, и в случаях Android, и в случае с iOS очень легко, поэтому по баллу мы отправляем в обе стороны. Но что касается платных подписок, то тут ситуация двоякая. Пользователи iOS более подвержены пользоваться платными подписками, нежели пользователи Android. Существует такое мнение, что пользователи iOS более платежеспособны, но я не совсем согласен с этим утверждением. Я думаю, что просто на территории стран бывшего СНГ отношение к платным подпискам негативное, и мы в плане культуры оплаты контента и сервиса еще не доросли до европейских стран, а также до Канады и США. Поэтому тут вопрос не в платформе, а в локации приложения. Вы также можете разрабатывать приложение на иностранную аудиторию и с легкостью предоставлять платные подписки, и у вас это будет пользоваться популярностью даже на Android платформе. К тому же стоит еще вопрос о качестве и пользе вашего приложения. То есть, если вы разрабатываете по-настоящему ценное приложение на весь мир и предоставляете право платной подписки, то я вас уверяю, вашей подпиской будут пользоваться очень охотно. Итак, можно ли на Android и на iOS зарабатывать с платной подписки? Конечно, можно, поэтому мы по баллу также отправляем в копилку обоих платформ. Безопасность. А теперь поговорим с проблемой безопасности ваших мобильных приложений, и в первую очередь нас интересует защита от кражи наших приложений. Как это происходит? Пользователь скачивает и устанавливает приложение из Play Market, а затем с помощью специального софта получает основной код вашего приложения, после чего редактирует код под себя, собирает установочный файл и публикует уже как свое приложение. Эта проблема часто встречается именно на платформе Android. Но не все так плохо. Существуют специальные технологии, которые позволяют почти исключить эту проблему на процентов 70. И вы знаете, это выход. Я вас уверяю, вы вряд ли наткнетесь на остальные 30%. Если вам интересна тематика защиты приложения, то пишите комментарии под видео, и я сделаю выпуск на эту тему. Как же обстоят эти дела в iOS? Там все хорошо. iOS славится своей безопасностью, и эта проблема почти исключена. Да как же нам отсоединить безопасность? В Android имеется такая проблема, но она почти решается с помощью специальных технологий и софта, поэтому мы присуждаем Android 1 балл, а в iOS эта проблема почти отсутствует, и поэтому iOS зарабатывает 2 балла. Посмотрите, в нашем соревновании iOS догнал Android. Что же будет дальше? Развитие платформы для разработчиков. А что предлагают платформы разработчикам в плане развития? Android развивается семимильными шагами, постоянно вводит что-то новое, и однозначно Android делает ставку на развитие технологий для разработчиков. И вообще Android разработка это самая динамичная развивающая сфера. iOS вкладывает все ресурсы именно в маркетинг и безопасность, и не предлагает новые технологии в том объеме, которые предлагают для разработчиков Android. И поэтому мы присуждаем Android 1 балл, а iOS ничего не получает. Посмотрите, Android вышел вперед, неужели он победит? Давайте поговорим о проблемах в технологиях. Я выделил два аспекта. Во-первых, те, кто начинает Android разработку, сталкиваются с проблемой выбора языка программирования. Так как если вы начнете изучать этот вопрос, то увидите, что идут постоянные споры Java или Kotlin. Мне самому приходится сталкиваться с этой дилеммой ежедневно, так как каждый день приходят сообщения от зрителей, которые попали в капкан этих всех рассуждений, и лапы тех людей, которые еще хотят подзаработать на обучение Java. В описании под видео и в подсказках будет ссылка на мое видео, в котором я рассказал, на каком языке лучше разрабатывать под Android. На самом деле никакой дилеммы нет. Нужно выбирать Kotlin. Это основной язык для разработки Android приложений. В iOS такой проблемы нет. При смене языков ее просто не раздувают. Там все приложения создаются на языке Swift. Второй аспект это подключение разных библиотек к вашему проекту. В Android это решено просто. Создаешь переменную с версией библиотеки, и подключаешь одной строчкой кода. И все это делается в специальном файле Build Gradle App. Я слышал, что в iOS это целая проблема. Итак, как оценить нам этот аспект? С одной стороны в Android есть раздутая проблема выбора языка программирования. Она решается, если немного подумать и все взвесить. А в iOS такой проблемы нет. Там все четко. Есть Swift. С другой стороны в iOS есть проблема подключения сторонних библиотек. Но с опытом вы ее не будете замечать. Но в Android такой проблемы вообще нет. В плане подключения библиотек. Это все решается довольно легко. Поэтому будем честны. И отправим по баллу в копилку каждой из платформ. Итак, давайте посмотрим на итог нашего противостояния. С небольшим перевесом побеждает Android разработка. Да, действительно Android разработка привлекает своей бюджетной легкостью для входа в профессию. В широкие возможности использовать все новые фишки. Классные темпы развития. Но тем не менее, iOS разработка не сильно отстает. Она выделяется своей премиальностью и безопасностью. Так что же вам выбрать? Мой совет такой. Начните с Android разработки. Напишите свои первые мобильные приложения. А затем можете еще и освоить iOS разработку. После Android разработки это можно будет сделать намного легче. Но если вы хотите освоить Android разработку оперативно и качественно, то я вас приглашаю на индивидуальное обучение по программе Android разработчик за 3 месяца. Ссылка для консультации и запись есть в описании. Я в этом видео не рассматривал такой вопрос, как зарплата в компаниях для мобильных разработчиков. Сравнение именно Android и iOS разработчиков. Потому что в целом плюс-минус зарплата одинаковая. И это не та причина, по которой вам нужно выбирать ту или иную платформу. Все самое важное я осветил в этом видео. С вами был IT District. На сегодня у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok